Прямо под окнами нашей редакции образовалась своеобразная несанкционированная пикниковая зона. Начинается это с самого утра, как только открывается близлежащий магазин. Ну и после этого начинается праздник жизни. Они жгут костры, распивают спиртные напитки и причиняют массу неудобств сотрудникам нашей редакции. Во-первых, это постоянно дым. Это костер, как бы сидишь, как будто где-то в лесу, а не на рабочем месте. Это, во-первых, из-за этого болит голова. Да, эти крики постоянные, ну там драки у них происходят, я не знаю, что там еще бывает, но очень неприятно работать. Анна занимает кабинет на втором этаже нашего здания. Сотрудникам первого этажа повезло еще меньше. Во-вторых, у всех нет туалета, и они пользуются нашими стенами в качестве, так сказать, отхожего места. Вот это уже совсем неприятно. Сегодня наше терпение подошло к концу. Мы вызвали полицию, а пока отоехала, взялись за камеру. Однако, завидев нашего оператора в проеме окна, компания поспешила прекратить веселье и спешно ретироваться. Мангал сегодня не пышет угольями, запивка не понадобится. Но это вряд ли помешает гулякам прославиться. Ведь всю неделю сотрудники редакции снимали их вакховые пиры на телефоны. Отдыхались комфортом на горячие сосиски с мангала. Из горячительного водка с коньяком. Для пущего комфорта принесли даже диваны. Нередко застолье заканчивалось поединками. У приехавших сотрудников полиции мы поинтересовались, законен ли такой праздник жизни в общественных местах. Действие данных граждан влечет за собой административную ответственность, предусмотренную административным кодексом. Статья 20.20. То есть распитие алкогольной продукции в общественных местах. За которое предусмотрен административный штраф. В размере? Тысяча рублей. Но вот сегодня их нет. А если они снова появятся, что нам делать? Незамедлительно звонить нам в дежурную часть. Мы сразу же приедем после поступления звонка. На этом можно было бы закончить, если бы история не получила неожиданного продолжения. К нам в редакцию пришел один из участников, пирушек. Веселье это обошлось ему дорого. Выпивал, с друзьями отмечал, как бы угощал. Без проблем. Все нормально, хорошо. Ну а потом, в конце, когда мне надо было домой идти, я обнаружил, что у меня вот этой суммы нет. 25 тысяч рублей. Можно долго рассуждать о вреде разгульного образа жизни. Но стоит ли? Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ. Илья Кремнев, Владимир Бижонов.